Вслед за лучшим помощником судей в регионе теперь выбирают лучшего секретаря, правда, уже судебного заседания. Конкурс ежегодный, в этом он, кстати, юбилейный, пятый. За престижное звание борются шесть человек. Секретари мировых судей округа и города на конкурс отбирались по стажу работы и навыкам. А их, к слову, нужно немало, уверяет Виталий Жуков. Именно он в прошлом году стал победителем состязания. Надо готовиться, без этого это никак. Законодательство постоянно изменяется. Всегда приходится что-то новое читать, несмотря на то, что даже секретари, все равно приходится читать. То есть мы постоянно себя... Да, постоянно приходится. Ну, что называется, держать форму себя нужно. Конкурс проходил в три этапа. Первый – это тестирование в электронной форме, гражданское, трудовое законодательство, уголовное и другие отрасли права. Затем участники прошли практическое задание, в котором необходимо было разрешить правовую ситуацию, то есть задачу по конкретному вопросу. Последний этап – проверка на степень владения русским языком с помощью диктанта. Секретари судебно-седания ждут, волнуются, вот я сегодня как раз и говорил об этом, о том, что подтвердить свое качество работы можно только соревнуясь со своими коллегами. И вот эти конкурсы, они как раз и показывают лучших. Итоги конкурса будут проведены в конце октября, а награждение пройдет в день юриста 3 ноября. Победители ждут денежные призы и памятные подарки, а первое место отметят еще и ученые Совой. Закир Ваффин, Владислав Носкин, Телеканал «Север».